Ребенок с диагнозом серебральный паралич сам не может ходить, двигаться не может. Нужен ли массаж? Можно делать массаж? И как этот массаж может им помочь? В вашем центре, в вашем методике используется массаж для таких детей с диагнозом серебральный паралич? Я начну отвечать с конца. Да, давайте, пожалуйста. Да, мы используем элементы массажные в помощи детям, но это именно как вспомогательный способ помощи. Это не основной. Основная проблема детского паралича заключается в поражении нервной системы, спинного, головного мозга. Массаж может помочь для, как знают родители, специалисты, для снятия напряжения, снятия спастики. И это в случае с ДЦП, это та мера, которую необходимо использовать, естественно, правильно использовать. Во многих случаях по мере роста ребенка необходимость в каких-то массажных коррекциях, она возрастает, потому что ухудшаются симптомы, усиливается спастика. И требуется больше таких массажных подходов, помогающих для того, чтобы не допустить ухудшения. Чтобы состояние не ухудшилось. Да, это как бы вынужденная мера, иногда необходимая. Насколько это помогает, это зависит, это помогает в какой-то мере, но это не устраняет проблему и это необходимо понимать. Продолжение следует... Да, мы с Богом помощи весьма эффективно помогаем в случае детским церебральным параличам. И при этом мы используем более тонкие, более деликатные, но гораздо более эффективные методы, чем массаж. Это различные методы китайской медицины, точечный массаж, магнитотерапия, то есть мы используем наклеивание таких магнитов на биологически активные точки. Мы используем методы, которые минимально, наиболее мягкие, естественные, эффективные методы, используя опыт народных медицин разных стран народов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok